Не утихает скандал в Одессе. Напомню, там строительная компания снесла забор воинской части и установила свое ограждение, фактически захватив территорию военного аэродрома. Сегодня стороны якобы нашли компромисс, но инцидент вскрыл еще более вопиющие проблемы. Какие именно, расскажут наши корреспонденты. В этом месте хорошо видно, застройщик, который впритык к воинской части возводит развлекательный центр, углубился в сторону аэродрома на 12 метров, сломав забор военных и установив свой. Сейчас здесь дежурят солдаты, чтобы не повторились события воскресенья. Тогда на территорию части фактически напали неизвестные в масках. Позже застройщик будет оправдываться, мол у него есть документы на установку временного ограждения. Вот только непонятно, как военные должны были догадаться об этом. Мы идем к застройщику, чтобы увидеть те самые документы, оставляем в офисе свои контакты, но на связь коммерсанты не выходят, а охрана ведет себя агрессивно. Не надо меня снимать, я разговариваю. Инцидент на аэродроме Школьный уже обсудили на заседании в областной администрации. Мэр Одессы считает, никакого захвата, как об этом заявляют военные, не было и не стоит нагнетать ситуацию. Мы, в свою очередь, согласно всех тех норм и правил, выдали соответствующие документы, как стоять за бором. Это двух соседей должны были между собой отработать действия. Казалось бы, чиновники должны обсудить поведение эти туши, которые ворвались на особо охраняемый объект и едва не спровоцировали бойню. Но нет, губернатор отчитывает военных, мол земля у них до сих пор не оформлена. Вот и происходят казусы. Нужно все привезти в соответствующие законодательные, нормально регулированные документы. Оно не может происходить в таком безладе, в каком оно происходило. А потом мы только слышим, что у вас кто-то что-то стырит. Но оформлять землю военным как раз не спешит Одесская мэрия, утверждает Григорий Козьма. Журналист провел свое расследование. По его данным, чуть ли не весь военный аэродром рискует оказаться в частной собственности. Дескать, местные чиновники уже запустили процедуру отвода участка, которым сейчас пользуются Минобороны. То есть афера состоит не только в части, вот этой воинской части. Там 288 гектаров, которые уже отданы под застройку. Оборонной способности Украины и региона нанесен колоссальный ущерб. На совещании губернатор пообещал изучить ситуацию с отчуждением земли у военных. Что касается конфликта с забором, то компромисс нашли. Свой застройщик обязуется демонтировать и только после согласования с военными установит новый. Ну а когда завершит работы, вернет участку его прежней границы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.